Обман! Кругом обман! Не приехал за нами автобус! Чё они наврали? Мы пешком фигачим. Ой, что меня ждёт? Ой, что меня ждёт? Такая... Короче, я вообще не знаю, чё я натворила? Нафига я сюда приехала? Мне очень страшно. Внутри как бы всё спокойно, а голова пытается чё-то накрутить. Вот они, забавности. Я пыталась прислушаться к внутреннему спокойствию, и в итоге оно, конечно, меня не подвело, но хотя я пыталась сочинить какую-то историю, ну, для въезда, типа, у меня есть цель, я там туда-то, сюда-то, я не хочу отбывать две недели на карантине, потому что якобы это должно быть. В итоге меня ничего не спросили на границе, просто пустили, мол, иди с миром. Я вышла из аэропорта, вот такая тишина везде, короче, все разъехались. Я хотела, ну, взять такси, но как-то его вот прям не то чтобы нет, его нет, да. Вот, там Яндексы, Финандексы, ничего не работает, но мне идти 20 минут, так что я пойду пешком в 5 утра по местному времени. Посмотрим, что из этого выйдет, таинственная темнота немножко пугает, но ладно, пойдем. Вот такое, можно сказать, благословенное утро, вроде как около 6 утра, мне уже половиной седьмого, я приехала на такси, я перла, меня карта обманула, в общем, пришла, а оказалось, что ничего нет, и мой отель находится там еще плюс 4 или 5. И, в общем, мне наняли такси, говорят, ну, это 5 тысяч сумм будет, ну, это 40 рублей, и я, у меня моментально вылетело это из головы, и я подумала, что 5 тысяч это 100 рублей. И когда меня мужчина решился довезти за 10 тысяч, и когда он потом взял еще сверху 5 лишних, и я такая, да вы что, это дорого, вы что меня обманываете, 200 рублей. В итоге оказалось, что я заплатила порядка 80 рублей. Короче, мне сейчас стыдно перед мужиком. Я думала 200, а по факту я заплатила всего 80 рублей. Вот такие тут цены. Ну, вот так вот меня встретил Узбекистан, Бухара, моя долгожданная. Меня поселили временно вот в этот номер, потому что я заехала в 6 с половиной утра. Вот и сейчас у меня будет переезд в тот номер, который я заказывала. Я проснулась от жуткой жары, чуть с ума не сошла, и когда увидела, что это и 7 градусов, я, конечно, прибалдела немного. Не знаю, как я буду в этом существовать. Здесь, тут сам покажет. Ага. Большая экскурсия. Красота. О, это там что-то еще внизу есть. Наш домок объединения здесь. Недавно эту часть купили. Вы, да? Да. Тридцать лет закрыто было этот дом. Да? Да. Никто не жил? Как видно, здесь решетка была. А вы еще не реставрировали, да? Семь года назад мы купили. И здесь номера, люксовые номера. Ага. А здесь вот зал, как музей мы взяли. Все эти старые. Тоже 19 век, да? Нет, это 18 век. Хозяюще живет в Америке, и у дедушки на дом было. И внуки нам продавали. Слушайте, как здорово. Резьба. Резьба всеобщенная эта. А это что? Это дерево? Нет? Нет, это не дерево. Это... Это... Не знаю, как оно называется. Ганч на узбекском. А какие ставни вон. Тоже оригинальные, да? Эти... Раньше вот таких... Этих не было. Только были двери. И делаю окно. А, ставни, да? Это, конечно, удивительно. Даже не подумала бы, что можно такой механизм. А там что внизу? Здесь подвал. Скорее всего, мы хотим сделать здесь ресторан. Ну, на самом деле, в гостинице есть четыре подвала. Вот это я понимаю. Просто я бы отсюда не уходила. Что за кайф? Свежесть уточки. Фонтанчики. Господи, какое веселье. Верблюдоиды. А что здесь так весело? Валдели, что ли? Господи, я в Узбекистане, наконец-то. Счастье какое. Я, конечно, очень хотела попасть сюда. Но я никак не ожидала, что это будет настолько круто. Господи, я счастлива. Как идиотка. Боже, почему у меня все такое красивое, приличное? Лет 20 назад я придумала, что буду жить в Узбекистане. Кажется, я переезжаю. Спасибо, Хаджи, на середину. Теперь я еще больше люблю Бухару. Потрясающе все. Все. Исторические памятники. Вот это древняя архитектура. Ручеек, взятый в тиски каменные. Господи, люди. А что это? Что это за красотень такая? Ну, это же невозможно же. Вот я вышла из центра. И здесь уже на окраинах попроще. Все равно миленькие домики. Чистенько, ухоженно. Вот такие дома себе отстраивают те, кто работает в Москве. Пожалуйста. Так что и я могу себе такое позволить. Я же тоже работаю в Москве. Поехала кататься на чертовом колесе. Стоит 8 тысяч сумм. Это на наши, не скажу, не скажу. Это вы начнете завидовать, если вы поедете в Узбекистан кататься. Так что не скажу. Ладно, на самом деле, что-то около 61 рубля стоит прокатиться. Я решила не отказывать себе, так как недавно было 1 сентября. Я решила вспомнить, что я тоже когда-то была ребенка. Узбекистан, Бухара. Здание 18 века. Вы посмотрите на эти деревянные колонны. В 1920-м большевики разгромили. Я так понимаю, что кое-что реставрировано. Я в истории, конечно, не очень. Я не люблю исторические справки. Я считаю, что нужно приехать, посмотреть, самому все это изучить. То, что тебе там кто-то скажет что-то. Я такое не люблю. Поэтому, да уж, терпите ахи вздохи, а не исторические сводки всякие. Мне кажется, самый идеальный вариант спать на улице. Еще и в таком красивом месте. Я за Валькана. Аман, Маскат, Прептория. Это где-то рядом с Южной Африкой. Может быть, Южная Африка. Джерузалим понятно, Мекка понятно, Мексика вот там. 13 тысяч всего. Париж, Берлин примерно в этой стороне. Омск в 3400 километрах. Ташкент. Вот прямо по курсу на Владивосток встречается крепость. Вот такая красотка раскинулась. Тут прекрасный вид на Бухару. Открывается вот с этой башни. Всего за 200 наших рубликов. А там позади. Что за красота. Сейчас туда дойдем. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok